В Черкасах сотни прохожих стали свидетелями картины, похожей на сцену из боевика. Полицейский спецназ среди бела дня в центре города задержал вооруженную группу бандитов. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Эти кадры больше напоминают сцену из фильма, чем реальные события. Днем в центре Черкас полицейский спецназ задерживает автомобиль. У пассажиров находят гранату, стрелковое оружие и наркотики. Но охотились силовики вовсе не за этим опасным грузом. Працовники полиции Черкаса извилили женщину, которую группа людей выкрала несколько дней тому. Задержанных подозревают в похищении 40-летней женщины. Вооруженные налетчики схватили ее в минувшую среду, когда та отдыхала с подругой в кафе. О похищении в полицию сообщили ее родители. После освобождения пленницу сразу же повезли в больницу с переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки, из-за которой вокруг легких скопился воздух. С трудом женщина рассказывает. До сих пор не может понять, зачем ее похищали. Меня запускало, я по ступенькам летела. Из-за этого сломали ребра? Да, у меня сломаны ребра. Преступники три дня держали пострадавшую в заперти в квартире без оказания медицинской помощи. Все могло закончиться печально, говорят врачи. Сейчас жизни пленницы уже ничто не угрожает. Поставили в полиуральную полость дренаж, убрали воздух, и сейчас она на активном вакууме, для того, чтобы расправить легкое. В полиции рассказали, похитителей задержали, когда те пытались вывести жертву за пределы Черкас. Подозреваемые все отрицают, а один из них и вовсе называет заложницу женой. Ехал с женой и со знакомым на дачу, ну а тут вышли в магазин, потом пришли, сидится в машину, сразу со всех сторон прибежали. Всего во время спецоперации силовики задержали троих подозреваемых. Двоих в машине с пленницей, третьего в квартире, где удерживали женщину. Личности задержанных, а главное, мотив похищения полиция еще выясняет. Полина Спасенко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.